Вверх вдох, потянуться к солнышку, к небу. Так прописал доктор Ватсон. Говорят и, конечно, шутят в изумрудном парке. Здесь воздух свеж, а желание быть здоровым искренне. Потому барнаульцы охотно идут сюда по вечерам. Движение – это жизнь, а правильные, грамотные движения – это здоровая, счастливая жизнь. На диване тоже жизнь. Ну, а на какая будет, опять же, тут? Где движение, там энергия. На днях сюда придут роллеры и любители скандинавской ходьбы. Их, кстати, не меньше, чем желающих заниматься йогой. Мы живем в очень сложном ритме, в тяжелой экологической ситуации. Поэтому парк – это неотъемлемая часть жизни города. И поэтому парки всегда были притягательные для людей. И мы сейчас то, что делаем, мы чувствуем отклик от людей, которые голосуют ногами. Молодцы, расслабьтесь, поднесите, потанцуйте. После тренировки я отдыхаю, я лечу домой, отдохнувшая. Вот это вот все, вся возможность заняться своим телом, своей фигурой, своим здоровьем, можно сказать, не отходя от дома далеко. Один направо, налево. В Центральном парке энтузиастов не меньше. Пенсионеры подолгу не отпускают работников соцзащиты, будто доказывая на собственном примере. Движение – это правда жизнь, это молодость. Основная цель этого мероприятия – это преодоление одиночества граждан пожилого возраста и инвалидов. Потому что ни для кого не секрет, что они все закрыты у нас по домам. А те, кто хотят себя проявить в той или иной степени, они могут прийти к нам, пожалуйста, творчество, танцы, рисование, пение. А еще аэробика и тренировка памяти. Чтобы быть в курсе занятий, нужно всего лишь обратиться в соцзащиту. Среди этих дам есть и те, кому за 80, потому скромничают, но не скрывают, что в свои года даже на шпагат садятся. Анастасия Наборчикова, Вадим Быстревский. День с толком.